14.30 в регионе прямой эфир. Телеканалы Россия продолжают вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Газифицировать все регионы. Такую задачу поставил президент до 2030 года. Работа по проведению в дома голубого топлива продолжается. Какие планы в Ульяновской области до конца года текущего? Задача конкретно 2021 года построить и начать проектирование как минимум 42 населенных бондов. И какие планы на ближайшие годы? Уникальная бизнес-программа для женщин. В регионе стартовал федеральный проект «Мама-предприниматель». Надеемся получить знания по бухгалтерии, по налогообложениям, по конкуренции. Почему упор сделан на социальную сферу? Рота, подъем, тревога! И по всей стране на финишную прямую выходит контрольная проверка войск за зимний период обучения. Соединение было понято по тревоге. Пройдены все необходимые мероприятия согласно плану проверки. Как проверяют личный состав ульяновской крылатой пехоты. Итак, Владимир Путин поручил поэтапно завершить газификацию регионов. Таким образом, к 2030 году в стране будет на 100% завершена технически возможная газификация. За пять лет в Ульяновской области уровень обеспеченности голубым топливом вырос на 17%. Об этом говорили сегодня на заседании в областном правительстве. Природный газ продолжает поступать во все муниципальные образования области. Уже сегодня подключить газу удалось 478 населенных пунктов. На очереди 273 поселения. На этот год выделили финансирование, которое больше в два раза, чем предыдущие годы. И общий объем составляет 451 миллион на строительство газопроводов. Поэтому задача конкретно 2021 года построить и начать проектирование как минимум 42 населенных пунктов. Для этого необходимо подвести межпоселковые газопроводы. В решении этого вопроса поддержку оказывает «Газпром». Инвестиции компании превышают 6 миллиардов рублей. Это позволит до 2025 года обеспечить газом еще 95 населенных пунктов. В этом году мы приступаем к строительству 6 межпоселковых газопроводов. Это Старомайский район, это Меликеский район, это Теренгульский район. И в планах начать строительство еще 20 газопроводов по всей практически Ульяновской области. В ходе встречи Алексей Русских поручил профильным специалистам уделить особое внимание фирмам, которые проводят газ в избежание наценки. Также было отмечено, что продолжится строительство газозапровочных станций. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 21 газовую заправку на метане. Продолжится также переоборудование пассажирского транспорта и коммунальной техники. Программа по развитию газоснабжения и газификации Ульяновской области носит социальный характер. Семьям льготных категорий полагается компенсация. Сумма, раньше у нас была сумма где-то 38,7, средняя сумма выплат. То есть на сегодняшний день это 50-55 тысяч рублей средняя выплата гражданам на газификацию. Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в социальную защиту по месту жительства. Здоровье коллектива в приоритете. На сельскохозяйственных предприятиях региона наряду с весенними и сезонными заботами началась вакцинация сотрудников. Одним из первых вакцинировался директор одного из крупнейших сельхозпредприятий Чернокленинского района. Я уже привился и на данный момент сейчас мы начнем полностью прививать коллектив своего животнооческого комплекса. Мы дорожим здоровьем своего коллектива. Основной вид деятельности мегафермы это разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Сотрудники мегапредприятия, это более 60 человек, заботятся о 5000 буренок, из которых 1800 дойных. За сутки они производят 30 тонн молока. В засвежье под колесами автомобиля пострадал ребенок. Произошло это сегодня около 10 часов на улице генерала Мельникова. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как водитель иномарки на приличной скорости сбивает девочку с ног. Она переходила дорогу в неустановленном месте. 20 апреля в Ульяновске на улице генерала Мельникова, дом 10, водитель, мужчина 23 лет, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП девочка 11 лет доставлено в медицинское учреждение. Ну и теперь к другим вестям. В Ульяновской области стартовал федеральный проект «Мама-предприниматель». Обновленный формат стал социальным. Регион один из первых, где проводится уникальная бизнес-программа для женщин. Подробности у Павла Игнатьева. Наш десерт готов. Приятного аппетита. Трайфл со вкусом манго, посыпанный миндальным бисквитом, политый шоколадом. Десерты от Татьяны Иванниковой знает каждый адепт по-настоящему сладкой жизни. При этом еще и полезной. В аппетитном угощении ни грамма сахара. Главными клиентами в первую очередь являются люди с диабетом. Люди, которые ведут правильный образ жизни. Те, которые следят за фигурой. Ну и также все родители, у кого есть маленькие детки, которые заботятся о здоровье своих детей, чтобы сладости были именно в радость. При этом без аллергии. Все десерты на основе сиропа табинамбура из сахарозаменителей. Пшеничной муки здесь тоже нет. Зато есть своя история. У мамы пятерых детей все мысли о здоровом питании. У ребенка тоже должна быть радость. У ребенка должен быть торт на день рождения. Ребенок не должен себя ограничивать в еде. То есть даже в сладостях. Татьяна Иванникова одна из участниц проекта. Здесь мамы предпринимателей получают гранты на реализацию бизнес-идей. Бесценную помощь для стартапов. А главное знание, чтобы дело развивалось быстро и правильно. Надеемся получить знания по бухгалтерии, по налогообложениям, по конкуренции. Как с этим справляться. Какие нужны нам новые знания для того, чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе и получить преимущество. Когда у нас что-то в голове это одно, а когда мы это уже считаем и хотим воплощать в жизнь, это другое. То есть цель проекта она вот такая. Все посчитать, все прикинуть, упаковать. Нынешний проект уже десятый по счету. За все эти годы новые идеи, знакомства и опыт получили более 200 мам, только мечтающих или уже открывших свой бизнес. Павел Игнатьев, Антон Дурнов. Вести. Ульяновск. Подразделения Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ подняты по тревоге. Перед крылатой пехотой стоит задача выложиться максимально и продемонстрировать все, чему бойцы научились за время зимней подготовки. Масштабные мероприятия, на которых российские войска демонстрируют уровень боевой готовности, сейчас идут по всей России. Ирина Силкина продолжит. Рота, подъем! Тревога! Московское время 5 часов 0 минут. По команде бойцы вооружаются и спешат к выходу. Хоть задача стоит и учебная, но отработать ее надо на высоте. Для сдачи предметов боевой подготовки подразделения Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ выдвинулись на полигон Поливна. Готовность бойцов проверил лично командующий ВДВ, герой России Андрей Сердюков. Он проинспектировал ход контрольной проверки за зимний период обучения, ознакомился с состоянием военной и социальной инфраструктуры, а также провел строевой смотр подразделений. В рамках контрольной проверки за зимний период обучения 2021 года комиссии под руководством командующего воздушного сантового войсками соединение было понято по тревоге. Проведены все необходимые мероприятия согласно плану проверки. Подразделения совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Поливна, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки. В течение двух недель личному составу Ульяновской крылатой пехоты предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения в огневой, тактической, тактико-специальной и других предметах боевой подготовки. Всего в проверке задействовано более двух тысяч военнослужащих. Камни в почках больше не проблема. Ульяновских врачей научили новым методом лечения мочекаменной болезни. Эксперт в данном виде медицинского вмешательства, кандидат в медицинских наук и заведующий кафедрой Института повышения профессионального образования Денис Мазуренко приехал из Москвы специально, чтобы провести мастер-класс для наших специалистов. Новый вид лечения мочекаменной болезни с помощью ретроградной эндоурологической методики – это эффективный современный способ диагностики и лечения новообразований, в том числе и в труднодоступных местах. Плюс гибкой хирургии вообще не делается разрезов на коже. То есть по естественным мочевым путям проводится специальное оборудование, которое диаметром в пределах трех миллиметров доходит до почки, находит камешек и дробится. И, в общем-то, в чем хорошо это? Во-первых, то, что травматичности нету, это раз. И, во-вторых, что камешки, которые очень высокой плотности, которые не подвержены другим методам лечения, есть возможность их удалить из организма. Это не первая практика взаимодействия с федеральными центрами. В Ульяновском клиническом центре специализированных видов помощи уже были гости как из Москвы, так и, например, из Нижнего Новгорода. Мы активно работаем с ни травматологией ПФО Нижнего Новгорода, ни коллапрактологией Москвы, ни трансплантологией Мишумакова. И неоднократно коллеги с удовольствием приезжали в нашу больницу, к нашим врачам, помогали осваивать новые методики. Стоит отметить, что во всем мире эндоскопическая хирургия выходит на первый план и занимает лидирующие позиции в методах лечения. Мастер-класс организовали с трансляцией для крупных клиник города Ульяновска. Если ранее за такими методами лечения пациенты уезжали в другие регионы, то теперь так называемая хирургия одного дня станет доступна недалеко от дома. В Теренгульском районе побывал поезд здоровья. Он назывался «От рождения до успешного старения». В рамках акции в стенах местного лицея при УГТУ фармацевты организовали профориентационную встречу с девятиклассниками. Заведующая аптекой Татьяна Вдовина рассказала о своей профессии. Провизор сделал экскурс в ее историю, а затем акцентировала внимание на то, что специальность фармацевта в нынешнее время почитаема и перспективна. При этом требует соответственный подход при работе с препаратами, а еще стрессоустойчивость во время общения с клиентами. Профессию эту надо очень любить. Вот я и говорю, прежде всего надо любить людей, отношение к людям, постоянно повышать свои знания, постоянно. Без повышения знаний наша профессия, она в никуда уходит. Лицеисты ответственно отнеслись к беседе с фармацевтом. Скоро им придется делать выбор профессии. Самое время задуматься о будущем. Мне эта беседа сильно запомнилась, ведь фармацевт оказывается очень полезен в наше время. Очень важно знать, какие препараты нужны людям, если они болеют, лекарства и так далее. Я узнал очень много нового, и меня заинтересовала эта профессия, хоть у меня больше близка и техническая специальность. Эта профессия очень востребована, ведь люди всегда лечатся, и аптеки есть везде и всегда. Это очень важная профессия, трудная, ведь требует больших усилий, чтобы учиться в колледжах и институтах. В ходе беседы школьникам рассказали о средних учебных заведениях и вузах, где можно получить профессию фармацевт. Им также рассказали, какие предметы нужно хорошо знать, чтобы овладеть этой специальностью. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем. Редкое увлечение принесло всероссийское признание. Жительница нашего региона стала победительницей конкурса от общественной организации «Деловые женщины России». Ее проект единственный был связан с сельским хозяйством. Игорь Кранцев познакомился с бизнес-ледием. Это плечистая, это самая редкая порода. Индоутки любой породы птицы редкие. Это не гибрид домашних уток и индюков. Правильнее их называть мускусными утками. Таковых когда-то стали разводить в Южной и Центральной Америке. Российские просторы эта птица только начинает покорять. Анастасия Данилова из Наульяновска, если не единственная в области, то уж точно одна из немногих, кто занимается разведением таких пернатых. Началось все то, что я с третьим малышом ушла в декрет. Мой любимый муж Сергей Гузев, который очень любит птиц, он у меня прям болел, как можно так сказать в кавычках. И я говорю, чем бы заняться в декрете? Говорю, хочу какой-то красоты. Вот именно не просто там, а чтобы это был такой бизнес, чтобы он именно приносил прибыль, и чтобы это было красиво для души. Хобби действительно за пару лет превратилось в бизнес. Сейчас у Анастасии несколько сотен птиц. Есть и постоянные покупатели. Однажды жительница Наульяновска узнала о конкурсе деловых женщин и отправила заявку со своим проектом по разведению птиц, который не затерялся на фоне трех сотен прецедентов. Это были здравоохранение, культура, спорт. То есть сельского хозяйства мы были одни. То есть когда мне написал сам руководитель Надежды Львова, я говорю, что у вас за конкурс? Она говорит, ну это вот у вас есть чем вот именно яркость свою показать. У меня есть редкий окрас индуут. Удивить удалось. Анастасия оказалась в числе 55 победителей конкурса. За своей птицей счастье поехала в Москву. Там вручили символичную статуэтку в виде птицы. Но главная поддержка, конечно, дома. Без помощи семьи, по словам молодого фермера, и победы никакой бы не было. Игорь Кранцев, Антон Дурнов. Весть Ульяновска, Знавульяновска. Забор памяти Тома Сойера презентовали в музее градостроительства и архитектура Симбирско-Ульяновска. Экспозиция посвящена Международному дню памятников и исторических мест. Сотрудники музея рискнули представить на суд посетителей свое видение ситуации. Выставка – это критические заметки музейщиков об отношении к памятникам архитектуры и историческим местам Ульяновска. Обратили внимание на, казалось бы, мелочи, которые могут испортить общий вид культурного наследия. Например, здание главпочтамта. Гордость ульяновцев. И гости города говорят, ой, как красиво, как в Питере. Не зря его называют самым питерским. Но вот в прошлом году был сделан ремонт поверхностный. Само здание замечательно сохранилось. Решили покрасить, обновить соколь. Подобрали не самую удачную краску, ярко-голубого цвета, что не соответствует цветовой схеме самого здания. Также более экскурсовода, особенно городского экскурсовода, который показывает город гостям нашего города в летний период, являются здания, покрытые, ну, украшенные рекламой. Глядя на это, сотрудники музея и вспомнили Марка Твен и его историю о покраске забора озорным мальчуганом Томом Сойером. Отсюда и название выставки. Именно такие ассоциации появляются, говорят музейщики, глядя на работы по содержанию и ремонту зданий арендаторами и собственниками. Кроме фотографий, на выставке представлены авторские эссе экскурсоводов, а наша съемочная группа, подобный архитектурный казус, увидела буквально, выйдя из музея. В соседнем здании, например, резные деревянные наличники обрамляют пластиковые окна. Теперь о спорте. Ульяновские боксеры вернулись с первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров. У воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва две медали серебряной пробы. Ирина Шмыгова подробнее. В первые минуты боя наш боксер смело идет в атаку. Наносит сопернику удар за ударом. Из зала слышны подсказки тренера. Казалось бы, ситуация под контролем. Но в этот раз удача улыбнулась бойцу из Самары. У нашего боксера серебро. Я считаю, что мои ребята выиграли. Боксировали очень хорошо. Бои свои, поединки свои не проиграли. Но судьи оценили победу в другую сторону. Четыре сложных боя провел и другой ульяновский спортсмен. Алексей Шумонарев – серебряный призер первенства Приволжского федерального округа по боксу среди юниоров. Этот турнир показал, что где-то чуть-чуть я не доработал. В финальном бою чуть-чуть не хватило. Будем работать. В следующий раз постараюсь занять первое место. Тем временем другие воспитанники вовсю готовятся к предстоящему первенству России. Ребята бегают, тренируются. Работа в основном идет на отрабатывание комбинаций, защиты, передвижения. Мы стремимся к тому, чтобы быть в совершенстве. Я настроена только на победу и вернусь с медалью. Всероссийский турнир по боксу состоится в 20-х числах апреля в Ставропольском крае. Наш регион представят пять бойцов. Ирина Шмыгова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Вести. Ульяновск. Продолжает следить за главными событиями в регионе. Наш выпуск на этом завершен. Дали информацию о погоде. Всего доброго. Увидимся. Сейчас в Ульяновске 10 градусов тепла. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 32%. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Продолжение следует...